Москва заняла первое место по озеленению в мире. Мы сейчас, кстати, как бы расхлебываем это. У Зарядья действительно какая-то репутация очень странная, двоякая. Тебя не просто там лишат денег, тебя съедят. Городскому озеленению все отстойное. Да, есть такая программа «Миллион деревьев». Это уже не модно. И они этот проект профукали, как мне кажется, затратив огромные средства. На благоустройство озеленения Москвы выделили порядка полутора триллионов рублей. Тренд на экологичность, природоподобность и так далее. Все, он завершился. Как вам парк Галецкого? Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Игорь Софиулин. Человек, который занимается 30 лет благоустройством и озеленением не только в России, но и за рубежом. Я вам гарантирую, выпуск сегодня будет очень интересный, потому что вы узнаете то, о чем не говорят ландшафтные архитекторы и о главных ошибках в озеленении не только Москвы, но и вообще всех регионов. Ну и также поговорим о частном садоводстве в том числе. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за такое громогласное представление меня. Я представляюсь чаще всего гораздо скромнее. Инженер садово-паркового строительства. Это чем отличается, вот как я вас представила, от того, что, как назвали вы? Мне кажется, это более сложное. Когда слышишь слово «инженер», это прямо сразу представляются какие-то конструкции. Что вы делаете? Я занимаюсь именно инженерией, но инженерией, конечно, не связанной с конструкциями, хотя, по сути, я конструирую зеленые насаждения. И действительно горжусь этой специальностью. Так получилось, что в 95-м году я закончил Московский лесотехнический университет и вот с тех пор всегда называю себя именно так. Вы знаете, я в СМИ прочитала, что с 2011 года на благоустройство озеленения Москвы выделили порядка полутора триллионов рублей. Это вообще сумма, как вы считаете, допустимая в таком контексте для озеленения? Это нормальная стоимость или это много, или это мало? Это абсолютно адекватная цена. И я, как профессионал, который работаю с городским озеленением в том числе, сказал бы, что это даже мало. Потому что город Москва — это мегаполис мирового уровня, мирового масштаба. И, конечно же, сравнивать Москву с какими-то другими городами было бы неправильно. Мы должны сравнивать себя с крупнейшими городами, с такими, как Пекин, с такими, как Берлин, Лондон и другие азиатские города, другие африканские города, столицы, мировые столицы. Вот с чем надо сравнивать. Ну вот как раз-таки тоже в СМИ прочитала, в World Atlas есть такая, если я не ошибаюсь, название, такая мировая, видимо, какая-то компания, которая занимается полностью тем, чтобы оценивать вклад в мировое озеленение. И она сказала о том, что Москва заняла первое место по озеленению в мире вообще. Это информация достоверная или нет? Да, это очень такая верная информация, потому что, действительно, с 2011 года в Москве, благодаря инвестиционным программам, было высажено огромное количество новых деревьев. И я хочу сказать, что это абсолютно правильное, верное такое направление в развитии городского защитного зеленого каркаса города Москвы. Вообще, говоря о зеленом каркасе, нельзя не отметить, что он развивается с 1935 года, когда впервые система озеленения архитектором Долгановым была разработана в составе генплана Москвы. Конечно, со временем претерпевали подобные планы изменения, но надо сказать, что к концу 70-х, начало 80-х годов этот план, этот зеленый каркас города Москвы был реализован практически в полной мере, за небольшим исключением отрезков вдоль Московской кольцевой автодороги. А вот в 90-е годы, к сожалению, после того, как в нашей стране произошло новое административное деление, свои какие-то были проблемы в экономике, городоэкологический каркас стал постепенно разрушаться. И мы сейчас, например, не можем в полной мере восстановить защитные насаждения, которые находятся вдоль МКАД. У нас в недостаточно хорошем состоянии находятся зеленые клинья, у нас есть дисбаланс в соотношении озелененных территорий в центре Москвы и на периферии. Хотя в целом, конечно, в целом, по словам Департамента природопользования города Москвы, Москва находится в лидерах, причем в мировых лидерах по площадям озеленения в городе. Но надо сказать, что, конечно, это средняя температура по больнице, и она не показывает вот эти все уязвимые точки, которые существуют на настоящий момент. А сейчас внимание, и эта информация будет полезна тем, кто так или иначе связан с ландшафтом, либо профессионально, либо любительски. Ну, больше, конечно, для профессионалов. Экоплан впервые за всю историю компании запустил бонусную систему, и мы дарим вот такую вот карту, вместе с которой вы получаете три бонуса. Подробнее о бонусах вы можете прочитать по ссылке в описании. Сейчас я вам скажу лишь то, что 20% бонусов вам будет возвращаться с заказов клиентов на эту карту. Очень выгодная система, со всеми условиями ознакомьтесь по ссылке в описании. А как вы считаете, в чем вообще вот эта проблема, про которую вы сказали, озеленение? Почему невозможно это сделать? Это связано с целым рядом проблем. Это и традиционная планировка центра Москвы, это высокая концентрация коммуникаций, это огромное количество запечатанных поверхностей, это в какой-то мере нам законодательство не позволяет, нормативная документация не разрешает высаживать деревья и кустарники, и поэтому часто делают самую простую работу, поверхность закрывают одернованным газоном. Это немножечко устаревший подход в содержании насаждений. Достаточно большие затраты у нас идут на постоянное регулярное кошение, которое не нужно. Наоборот, например, вдоль кольцевой автодороги, вдоль каких-то вылетных трасс, следует сохранять естественные напочвенные покровы, восстанавливать их. Причем восстановление – это не такая уж сложная операция, надо просто с умом подойти к этому. На самом деле я бы сказал, опять-таки как инженер, я бы сказал, что нет ничего невозможного, есть современные экологические технологии, хотя на самом деле, конечно, эти технологии не такие уж и новые, они также были опробированы в 60-е, 70-е годы и до какого-то определенного момента очень активно использовались в нашей стране. Просто сейчас приходит новое переосмысление, и, наверное, мы тоже вернемся к переосмыслению, в том числе и советского опыта озеленения, который очень богатый. Давайте вот сейчас немножко отойдем от такой основной темы озеленения Москвы и перенесемся ближе к вашему личному. Вы, когда начинали свой путь вообще в ландшафте, что было тогда и что поменялось сейчас? Ох, спасибо за вопрос. Когда начинался мой путь в озеленение? Он начался в детстве. Я сам... Детство – это сколько? Детство – это практически вот 8-9 лет. Это такой вот прям ребенок, даже не подросток. Вообще родом я из города Мытища, и мы жили в старых Мытищах, в доме с 4 этажа, и, естественно, тем, кто располагался на первом этаже, полагался небольшой палисадник. И вот бабушка, она за этим палисадником очень активно ухаживала, она тоже очень любила цветы, а поскольку жили мы не очень с большим достатком, прямо скажем, не богато, то, естественно, возможности что-то посадить изысканное, дорогое отсутствовало, и, как правило, бабушка обменивалась цветами с такими же любителями. Самое главное, что она всю жизнь экспериментировала. Мы ходили в ближайшую лесопосадку, и оттуда аккуратненько выкапывали цветы природного типа. Вот именно оттуда у меня любовь ко всей этой простоте, природности и естественности. Хотя, конечно, какие-нибудь шикарные сортовые розы я тоже обожаю. И сейчас на своем личном участке тоже выращиваю. Розы, какие люблю. Ну, мне очень нравятся розы плетистые группы Rambler, которые однократно цветут, но при этом они цветут очень обильно, дают такой очень яркий эффект цветовой. Мне кажется, это прям очень изысканно выглядит. Вы их... Мы, конечно, отошли от темы, но мне просто интересно, потому что все же канал у нас о садоводстве. Очень много зрителей, которые смотрят и увлекаются именно частным садоводством. И вот эти розы Rambler, их нужно укрывать на зиму, да? Да. Складывать? Да. Эти розы не просто нужно укрывать, их нужно укрывать очень аккуратно, снимая плети с опор. Плети вырастают иногда до трех метров длиной, очень аккуратно, чтобы не повредить. Желательно старые ветви, на которых прошло цветение, тоже сохранить. И рано весной их надо раскрыть в нужный момент при определенных температурных условиях. Потом произвести обрезку, подкормку. Это такая непростая операция, но сразу скажу, у меня таких роз немного. Это буквально три растения. Просто чтобы порадоваться. Да, просто чтобы порадоваться. Хотя, конечно, и участок у меня тоже небольшой. Буквально недалеко за МКАДом. Шесть соток. Я там живу постоянно. Но мне этого хватает вполне достаточно. Оптимально, да. Нет, это не оптимально. Я бы хотел чуть больше земли. Ну, значит, будет, если хотите. Да, непременно будет. Как вот получилось от... Ну, вы же, наверное, начинали с частного садоводства, я правильно понимаю, да? Совершенно верно. Как получилось от частного садоводства перейти в такие огромные проекты государственные заказы и... Этому предшествовал путь практически длиной в 15 лет. Это даже больше, мне кажется. Ничего не бывает быстро. Да, да, да. Я хотел бы тоже это подтвердить, что ничего быстро не случается. Быстро только кошки родятся, как мы знаем. После окончания университета и получив вот этот целый ряд стажировок, я стал работать в отделе декоративных растений и работал на экспозиции «Розарий». Поэтому, собственно говоря, вот любовь к розам у меня тоже сохранилась с тех пор. Я, в общем-то, неплохо, как я считаю, разбираюсь в этой культуре. Хотя есть специалисты куда более крутые, чем я, которые знают о розах всё. Самое интересное, что в тот момент, это был 95-й год, прошлый век, как раз стал развиваться институт частного землевладения. Если мы помним, что в советские времена у нас не было такой практики проживания за городом постоянного, и в основном это были как бы дачные участки. А тут вот как раз-таки в связи с новыми экономическими реалиями возник вот этот институт частного землевладения, и меня нашёл мой первый заказчик в жизни. Его зовут Константин. И он как раз-таки пришёл в ботанический сад. Это был верный его правильный подход. Я думала, правильный выбор, вы скажете. Правильный подход, да. Уж выбор я не знаю. Это, наверное, надо задать вопрос ему. Но подход, мне кажется, правильный, потому что в тот момент действительно ни ландшафтного сообщества не существовало, ни такой индустрии в её понимании не существовало, но был целый ряд научных учреждений, таких как ботанические сады, арборетрумы, там лесопарковые хозяйства, мозоленхозы, где можно было бы как раз-таки с такими специалистами познакомиться. И я Константину благодарен до сих пор. Мы давно с ним не виделись. И благодарен за то, что он в тот момент, скажем так, оказал доверие мне, начинающему специалисту. Я даже помню этот момент, когда меня окликнул Константин и сказал, что вы, Игорь? Я сказал, да. И он сказал, мне о вас многое что рассказали. Он сказал, я хочу, чтобы вы у меня работали. Это прям буквальная фраза-цитата. И я с тех пор стал совмещать работу в ботаническом саду и как частный садовник. Именно как садовник, потому что надо было косить газоны, надо было сажать кустарники, высаживать рассаду однолетников, приводить в порядок тот участок, который ему достался при покупке. Проработал я достаточно долго, более пяти лет. А дальше уже немножечко моя карьера изменилась. И в 2000 году я стал работать в проектно-строительной компании под руководством своего коллеги Ильи Мочилова и Светланы Милевской, где я проработал 15 лет. 15 лет и точно так же, как мне кажется, я прошел все этапы. Начиная от садовника, руководителя службы по уходу за садами, заканчивая инженером-проектировщиком в составе проектной команды. Вот это путь, где я проработал практически 20 лет. И только уже в 2017 году, когда я покинул компанию Ильи Мочилова, мне было сделано предложение об участии в рабочей группе по подбору растений, то есть разработке регламента содержания и создания насаждений на территории парка Зарядье. Это было приглашение от Александра Витальевича Рапопорта, заместитель директора ботанического сада МГУ на Воробьевых горах. И я согласился. Было, опять-таки, приятно вернуться в команду учителей, коллег. В этой команде работала Римма Анатольевна Корпесонова, на мой взгляд, одна из самых великих специалистов по теневым многолетникам. В этой команде работал мой же преподаватель Сергей Львович Рысин, который сейчас возглавляет отдел дендрологии главного ботанического сада. Вот, собственно говоря, таким образом я был вовлечен в эту работу над парком Зарядье. И уже потом, по прошествии нескольких месяцев, опять-таки раздался звонок от Александра Витальевича Рапопорта, который предложил мне пообщаться с директором парка Зарядье Павлом Сергеевичем Трехлебом. И, пройдя собеседование, вот я получил должность руководителя отдела по садово-парковой и природоохранной работе. А вот в должности руководителя отдела по садово-парковой и природоохранной работе в Зарядье вы выполняли, то есть вы как бы уже пришли на должность, когда парк был готов, или, в принципе, вы выполняли какие-то моменты по его проектированию? Я участвовал на том этапе, который носит название строительство и период запуска проекта. Потом я ушел с этой должности и уже, скажем так, работал в свободном режиме, в свободном плавании. Да, это был именно момент, связанный с строительством, где уточнялись проектные решения. Мне посчастливилось поработать с тоже одним из самых, как мне кажется, лучших проектировщиков городского озеленения Ирины Федоровны Борзы, которая, собственно говоря, разрабатывала дендропланы для Зарядье. Мне посчастливилось поработать с подрядчиком, с великолепными коллегами казанскими, которые строили этот парк. И посчастливилось поработать с дизайнерами, которых казанские коллеги подтянули на разработку отдельных фрагментов. Потому что отдельные фрагменты — это действительно такая тонкая дизайнерская работа. Вот, поэтому я вот участвовал как именно технический такой заказчик, да, контролировал проектные решения, советовались. То есть это была, знаете, такая вот очень синергетичная работа. Честно говоря, по отношению к Зарядью, вот очень двоякие впечатления вообще. Потому что я когда первый раз туда попала, я не поняла. Вот честно, я не поняла. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что обычный человек, да, не ландшафтный архитектор, не профессионал, не понимает монопосадки сосен или какие-нибудь луговые насаждения. С чем это связано? То есть у Зарядья действительно какая-то репутация очень странная, двоякая. То есть кто-то говорит, что вообще непонятно, что за посадки. Какие-то странные. Как вы считаете вообще, ну, насколько там всё гармонично и есть ли там какие-то косяки? Слушайте, ну, косяки есть в любой работе, да. Да, вопрос только в том, насколько сильно они влияют на образ вот садово-паркового объекта в целом. Говоря же о таких вот монопосадках, мне хочется спросить, а где вы видели там монопосадки? Ну, вот там есть склон, где горные сосны. Очень так много насажено горных сосен. И, ну, в целом это смотрится, как по мне сейчас, немножко разрозненно. Потому что, я так поняла, они не сильно разрослись, сами эти сосны, да. То есть, может быть, им там не очень хорошо. Вы поняли, о чём я говорю? Да, я понял. Вы говорите о том участке, который носит название условно «Северные ландшафты». Поясните суть проекта «Зарядье», да, что хотели отразить авторы? Да, авторы, архитекторы, американская компания ландшафтная, они прежде всего хотели отобразить образы российской природы. Поэтому, когда началась вот эта пиар-компания, парка, да, мне всё время приходилось корректировать тексты и говорить о том, что это не климатические зоны и даже не географические зоны. Это образы природоподобные ландшафты. Мы не можем в условиях средней полосы России действительно воссоздать степь. Да, вот сейчас, кстати говоря, степной участок, он абсолютно не выглядит как степной участок. Ну, выглядит как заброшенный просто. Совершенно верно, да, потому что в природе происходят совершенно естественные процессы. Вот что бы мы ни делали с почвами, что бы мы ни делали с растениями, всё равно вырастет лес. Природа развивается в одном единственном векторе в средней полосе России, в зоне тайги, в направлении леса. Как только мы ослабляем хозяйственную деятельность, тут же появляются сорные растения. Это мы их называем сорными, да, хотя на самом деле это растения, которые занимают свою экологическую нишу. Поэтому, да, конечно, содержание парка в том образе, который задумывали архитекторы, архитекторы, он на самом деле непростой, он на самом деле достаточно дорого стоит. Особенно учитывая, что парк Зарядий испытывает колоссальнейшую рекреационную нагрузку. Это вот ещё один фактор, о котором надо всегда говорить. Любые городские насаждения прежде всего страдают от людей. Не то, что они там ходят, вырывают, а просто наличие людей, которые вытаптывают, мимо проходили, тронули листочек, там проехала машина, вредные вещества попали в воздух, это всё сказывается на состоянии насаждений. И, конечно, в связи с этим мы ещё можем развивать эту тему. Например, у меня очень критическое отношение к экозащитникам, которые выступают против вырубки деревьев. Я, как специалист лесного хозяйства и специалист, именно занимающийся городским озеленением, считаю, что рубки, которые проводятся в городе, позволяют нам вести правильную хозяйственную деятельность и формировать насаждения, сопровождая их новыми высадками. Потому что продолжительность дерева в городе сокращается в два-три раза. Это не я сказал, это сказали исследования, это литература послевоенная, даже классическая декоративная дендрология Колесникова, которая считается наиболее авторитетным учебником, монографией, говорит об этом. И это мы должны учитывать. — Ну да, я с вами тут согласна, потому что, ну насколько мне известно, можете меня поправить, есть такая программа, которая говорит, что если ты вырубаешь одно дерево, то сажаешь два. Есть такое? Слышали о таком? — Да, это называется программа компенсационных посадок. Но дело в том, что программа компенсационных посадок, опять-таки вот я с коллегами эту тему обсуждаю, она на самом деле несовершенна. И несовершенна она по той причине, что в Москве-то, собственно говоря, нет мест, куда сажать. И желание засадить все пространства деревьями, это тоже неправильно. Потому что если мы говорим о ландшафтной архитектуре, если мы говорим о судово-парковом искусстве, то ценностью является не лес, а ценностью является правильное сбалансированное соотношение закрытых пространств, где растут деревья и кустарники, и открытых пространств, площадей, лужаек, партерных частей, цветников. И мы должны придерживаться этого баланса, потому что именно правильный баланс соотношения открытых-закрытых-полуоткрытых пространств будет создавать комфортное пространство, то, которое будет способствовать здоровью человека, где будет хорошая проветриваемость, где не будут задерживаться вредные вещества, где будет приятный климатический режим. Вот поэтому мы должны говорить не просто о дереве и компенсации какого-то вырубленного дерева двумя или так далее. Мы должны говорить в целом о ландшафте. Вот как раз-таки возвращаясь к Александру Рапопорту, я тоже находила одну статью в десятилетней давности примерно, где говорилось как раз-таки о том, что в Москве сейчас, ну, в принципе, большая нагрузка, город огромный, и очень большое загрязнение воздуха происходит. И вот как раз-таки Александр говорил о том, что планируется за это время высадить, сделать, возможно, какие-то на крышах насаждения, стены озеленить. Насколько мы видим, этого особо нет, ну, по крайней мере, я вот не замечала в Москве, чтобы прям сильно вертикальное озеленение развили. Насколько это сейчас полезно, да, будет? И вообще, ну, насколько это возможно воплотить? Потому что, получается, не воплотили. На это есть целый ряд возражений со стороны законодательства. Так, например, вертикальное озеленение древесными лианами встречает сопротивление со стороны пожарных экспертов. Они просто считают, что высаживаемые деревья являются горючим материалом, поэтому мы не будем, да, и, соответственно, относятся к фасадной конструкции, поэтому мы запрещаем использовать вертикальное озеленение. С вертикальным озеленением странная ситуация. Например, недалеко, где я живу, у метро Алтуфьева есть потрясающей красоты, фонарный столб, который до последнего года был у Виздевичьим виноградом. Но пришли коммунальные службы, содрали Виздевичий виноград, покрасили столб краской, потому что у них регламент. Прекрасно. Да, ну вот так вот. То есть, к сожалению, пока мы наблюдаем такой подход, мы поддерживаем объекты озеленения с точки зрения санитарии места. Должно быть покрашено, должно быть чистенькое, мусорные баки должны быть опорожнены. А вот что касается здоровья, эстетики и так далее, об этом, к сожалению, пока нижилищно-коммунальное хозяйство не думает. Хотя отчетность в квадратных метрах цветников, газонов, восстановленных, посаженных деревьев, штуках и кустарников, она, конечно, присутствует. Но нет пока комплексной оценки. Мы пока этого не видим. Игорь, знаете, еще вот такой вопрос. А вы лично вообще сами как относитесь к тому, что происходит с озеленением в Москве? Какие-то моменты есть вам, которые вообще категорически не нравятся? Или, может, наоборот, все нравится? Нет, конечно, у меня оценка городского озеленения, она тоже двоякая. Мне очень нравятся проекты, которые делаются в рамках озеленения жилых кварталов, особенно новых. Мне очень нравятся проекты, которые делают мои коллеги. Мне нравится, что при разработке жилых комплексов сейчас очень активно привлекают к работе таких специалистов, как я и моих коллег. И мы не ограничиваемся только какими-то дворовыми территориями. Часто в комплексном проекте присутствуют и скверы, и бульвары, и улицы. И это как бы вызывает у меня уважение, восторг. И я всячески поддерживаю это. Мне не очень нравятся, знаете, такие программы, которые являются больше такими пиарными. Вот, например, есть такая программа «Миллион деревьев». Тоже про неё подумала сейчас. Да, она вызывает у меня сомнения. То есть мы декларируем вот эту программу высадки «Миллион деревьев», однако где они, эти деревья? Вот визуально я их не наблюдаю. Вот тоже, кстати, спорная история, потому что в основном сейчас как? Они пишут, что высажено, например, какое-то количество деревьев, всего 4 миллиона высадили, да, 3 миллиона кустарников, около миллиона деревьев. И эти миллионы деревьев, как раз-таки вот мне хотелось бы у вас ещё тоже уточнить, высаживают маленькими саженцами, прутиками буквально. Насколько это вообще целесообразно, высадка такого, то есть закупить миллион саженцев или купить 100 деревьев крупномеров? Это очень правильный вопрос, и этот вопрос я тоже задаю, тем более, что высаживая маленькие саженцы, эта практика имеет место быть, да, она может применяться на лесопарковых территориях, на больших открытых пространствах, но надо помнить, что высаживая саженцы небольшого размера, мы через 10-15 лет половину этих саженцев должны вырубить, потому что мы должны произвести рубки осветления, чтобы другие качественно развивающиеся саженцы получили преимущество в питании, в освещении, в орошении и так далее. Поэтому, конечно, подходы могут быть разные. Можно сажать и маленькие саженцы, но тогда надо через 10-15 лет провести соответствующие мероприятия, либо действительно потратить деньги на то, чтобы высадить крупномерный посадочный материал. Я все-таки не могу у вас не спросить, как у специалиста, да, мнение о нашей компании Каплант, потому что, ну, все же есть неоднозначные мнения о нас. Что вы думаете? Да, действительно, в среде ландшафтников компании Каплант есть, в том числе, негативное мнение, отношение. Но я сотрудничаю с компанией Каплант, я как раз-таки участвую в разработке дендропроектов и считаю, что эта молодая компания, а вы действительно молодая компания, имеете совершенно прекрасные перспективы захватить определенную долю рынка. Вы предлагаете материал качественный, но этот качественный материал надо уметь отбирать. Мне на самом деле очень нравится модель, по которой продаются растения, ведь вы же работаете в сегменте do-it-yourself, это примерно то же самое, когда вы приходите в супермаркет и набираете продукты, которые нужны вам, а не те, которые вам предлагает какой-то менеджер или что-то. Хотя как раз-таки работа менеджеров очень активно ведется в вашей компании, поэтому вся ответственность заключается на том, кто покупает. А ассортимент самый широчайший, даже включая те растения, которые вроде и не должны зимовать в наших условиях. Но почему их нельзя продавать? Конечно, можно. Вы имеете полное право. Тут уже вопрос о том, об уходе. Кто-то хочет малоуходные растения, кто-то хочет уходные растения, но не обычные. И это тоже имеет место быть. Конечно. Я хоть и представляю сторону экопланта, но все равно не могу не сказать, что... Вот меня удивляли всегда факторы, когда люди говорят о том, что плохая репутация у экопланта, возможно, она была 10 лет назад, ведь нам 10 лет. И, возможно, мы, как и все люди, ошибались и росли вместе с людьми, которые нам указывали на эти ошибки. Но никто не говорит о том, что мы меняемся и каждый раз открываем и новые направления, и что-то делаем для того, чтобы стать лучше, и привлекаем таких специалистов, как вы в том числе, которые уже и узкопрофильные, и попробовали много где поработать, и за рубежом, и в России, и имеют широкий кругозор. Поэтому, конечно, мне всегда обидно, и я всегда говорю, ну, спасибо за ваше мнение, конечно, но хочется понимать и привлекать всех людей и приглашать к нам и на площадке, ведь мы открываемся как раз-таки в Казани, у нас сейчас будет новый садовый центр, и в Питере у нас есть площадка, и в Москве, и каждый раз у нас что-то новенькое. Вот, кстати, сейчас хочу вам, дорогие зрители, сказать и дать возможность воспользоваться вам таким предложением, что у нас сейчас акция на крупномеры, два крупномера вы покупаете, и один получаете в подарок. Все подробности акции вы можете посмотреть прямо по ссылке в описании, она находится под этим видео, заходите на наш сайт, качайте каталоги, у нас более 9000 наименований растений, которые помогут вам в благоустройстве вашего сада. Ну и, конечно, не забывайте о том, что мы также занимаемся благоустройством и озеленением и городских пространств, и парков по ГОСТам, поэтому это тоже вся информация будет по ссылке под этим видео, обязательно переходите. Я бы еще хотел добавить подтверждение ваших слов, что действительно компания, которая не зацикливается на чем-то одном, и, скажем так, не тратит время на вот эти рефлексии в обвинениях каких-то, а которая все время старается получать новые знания, которая проводит обучение, которая продвигает новые технологии, новые подходы в озеленении, снижение издержек. Кстати говоря, именно вот этот подход в снижении издержек мне очень нравится. Вы не тратите время на перегрузку материала, на долгое хранение, то есть растение, которое поступило к вам из питомника, оно практически сразу же поступает к конечному потребителю, оно не лежит долго и не хранится, соответственно, вы снижаете затраты на хранение, на содержание этих растений, и растение поступает наиболее свежим к конечному потребителю. А что касается обучения, то я уже как минимум два года провожу подобные какие-то обучающие программы для разного уровня сотрудников, начиная от менеджеров и рабочих, которые занимаются производством работ по посадке, и заканчивая сотрудниками, которые продумывают рекламные кампании. Но за повсеместное применение крупномерного посадочного материала я тоже выступаю, потому что у нас есть территории, где как раз-таки нужен посадочный материал, небольшого размера. Вот меня, например, очень смущают развязки, которые у нас есть вдоль кольцевой автодороги, вдоль вылетных трасс. Сейчас вот у нас появились совершенно прекрасные дорожные решения. Это хорды, это... Это что такое? Ну, это же новые шоссе, которые идут у нас прямо через город, минуя кольцевую автодорогу. Вы что, это... Я считаю, что правительство Москвы делает в этом отношении очень хорошие такие сильные шаги. Но опять-таки, даже если мы посмотрим озеленение этих трасс, то у меня большие вопросы. А почему там исключительно газоны? Там должны быть экологические коридоры. Именно там мы должны создавать заросли из деревьев и кустарников природоподобного типа. Это как раз-таки прекрасные места обитания для птиц, для насекомых, для животных мелких каких-то. Это как раз бы тоже дало бы свой такой вот небольшую монетку в общую копилку озеленения. То есть, говоря о потенциале озеленения Москвы, да и вообще любого города, нельзя недооценивать территории, которые как бы не считаются нужными для озеленения, да? Ограничиваются какими-то газонами и какими-то, может быть, покровами и все. Ну, а что, по вашему мнению, должны высаживать? Там должны высаживаться древесно-кустарниковые группы, которые будут развиваться по системе самоподдерживающейся экологической системы фитоциноза и которые будут выполнять соответствующую экологическую функцию и оказывать экосистемную услугу. Это вот тоже очень такой важный момент. Мы сейчас пришли к пониманию того, что любое растение, а правильнее говорить, не отдельное растение, а именно насаждение оказывает нам ту или иную экосистемную услугу. Благодаря каким-то решениям в виде, например, водоотводных канав, биодренажей так называемых, да, мы можем снизить нагрузку на канализацию. Ведь посмотрите, за последние годы и за повышение уровня запечатанных поверхностей у нас Москва подтапливается постоянно в период сильных дождей. Все и почему происходит. А воде просто некуда уходить. Вода должна уходить как раз таки в пятна озеленения. Там она должна иметь возможность инфильтроваться в почву. А если у нас будут дождевые сады, если у нас будут такие биодренажные канавы, то эту проблему мы решим. То есть нам не надо дорогостоящими способами перекопать землю и делать ливневку. Мы можем всю воду сохранить и вода вернется таким образом в такой вот биологический цикл. Мы можем с вами благодаря древесно-кустарниковым насаждениям создать связанность территорий. Потому что как раз таки именно дороги обеспечивают нам связанность отдельных озелененных участков. Это опять-таки не мои идеи. Это идея Виталия Долганова, архитектора, который в 35-м году занимался системой озеленения города. Это периферийная посадка, это клинья так называемые зеленые, то, что мы сейчас называем экологическими коридорами, и центры экологического разнообразия. Парки, скверы, лесопарки. Вот, кстати, вернемся к прошлому столетию. И как раз тогда производились огромные высадки, особенно восстанавливали города, высаживали крупномеры, но тогда везли все растения в основном из-за рубежа. Да, это были питомники европейские, насколько мне известно, и какие-то азиатские. Или не было раньше азиатских питомников? Нет. Вы сейчас про какой период, я хотел бы уточнить? Послевоенное время. Послевоенное время, конечно, никакого импортного посадочного материала не было, что вы. Нет-нет-нет. И, конечно, азиатских питомников тоже не было. Восстановление, которое происходило в послевоенное время, оно шло, во-первых, быстрорастущими породами, такими как ивы, тополя, в каких-то случаях осины даже. Восстановление шло за счет того, что сеянцы и саженцы брались из природы. Ну и, конечно, что-то закладывалось в те времена, шло активное развитие и закладка питомников. Ну и если вот говорить в целом, то благодаря, кстати говоря, всем вот этим программам озеленения и на южном берегу Крыма, да, где пустынный сухой край был превращен в цветущий оазис. Да, ведь Крым, который мы сейчас видим зеленым, он не был таким. Он только стал зеленым в послевоенное время, когда шла активная работа по озеленению. Шла активная работа еще до военное время по устройству лесозащитных полос, особенно в черноземной зоне. Ведь в те времена наблюдались периоды, когда ветровая эрозия сносила огромнейшие слои почвы. Были пыльные бури. И только благодаря гигантским, просто вот циклопического масштаба посадкам эти работы были произведены. Ну и в Москве, да, благодаря использованию быстрорастущих пород добились такого быстрого эффекта озеленения. Мы сейчас, кстати говоря, как бы расхлебываем это, потому что огромное количество старых старовозрастных тополей находятся на грани своих эксплуатационных возможностей. Мы именно так рассуждаем. Мы не рассуждаем о растении как о чем-то таком сакральном, да. Мы профессионалы все-таки рассматриваем насаждение именно с точки зрения эксплуатации. И, конечно, эти тополя надо периодически вырубать и заменять новыми посадками. Вот какими посадками заменять? Вот это вопрос. Об этом надо думать. А вы бы чем заменили? Ну, я бы заменял, конечно, уже породами, которые живут гораздо дольше, чем тополя, не 50-60 лет, а те, которые хотя бы могут в городе обеспечить возраст в 100-150 лет. Ну, это что, дубы, например? Это в том числе дубы, это могут быть клёны, это липа, конечно же. Липа вообще является породой, которая в городских условиях, несмотря на то, что поражается болезнями, практически незаменима. Ну, мне кажется, сейчас вот на Тверской как раз-таки липы посадили очень даже ничего. Ну, липы на Тверской вообще росли всегда там традиционно, и местный вид, который использовался у нас в озеленении, липа мелколистная, как раз-таки подвержена заболеваниям. В настоящее время на Тверской высажены липы другого сорта, это не липа мелколистная, более устойчивая, но по образу и подобию они, конечно, подходят. Я считаю, что, опять-таки, озеленение Тверской это крайне удачный вариант озеленения города. Абсолютно масштабно подобраны размеры лип, абсолютно правильно они размещены. Хотя, конечно, можно было бы отойти от этого приема линейной высадки, можно было бы формировать скверы в приподнятых каких-то емкостях. Способов много. Но исторически достоверно, конечно, озеленение липами. Оно сформировалось в послевоенное время, после того, как Тверскую расширили, да? Мы все знаем и помним об этом проекте, когда дома переносились. Да. Да. На рельсах. Кстати, очень интересно, посмотрите информацию, я как-то зачиталась прям вообще, когда, как это для меня непонятно было, целый дом, просто, причем с жителями, целый дом перенесли, там, буквально за одну ночь, да? Да, да. Удивительно. Представляете, какой уровень инженерной подготовки, понимания проблемы, да, и возможности решения такой задачи существовали в те времена. Ну, что нам построить парк? Мы запускаем ракеты в космос, и мы справимся с любыми вызовами, которые у нас есть. Что нам стоит дом построить, как говорится? Такой еще вот вопрос. Мы затронули с вами тему питомников как раз, да? Мне интересно, я знаю, что у вас есть опыт работы и взаимодействия не только с российскими питомниками, но и с зарубежными питомниками. Вот поделитесь вообще, разительна ли разница между ними, чем конкретное отличие и в чем есть какие-то похожести? Да, в 2009 году у меня была такая достаточно продолжительная стажировка в немецком питомнике под Берлином. Могу ли я назвать? Конечно, да. Питомник Лорберг. Руководителю и хозяину Штефану Лорбергу я очень благодарен. Благодарен коллегам из этого питомника, потому что действительно стажировка в нем изменила мое вообще представление об индустрии, в какой-то мере изменила мою жизнь и это был бесценный опыт для меня. В настоящий момент отечественные питомники очень активно перенимают опыт зарубежного производства, немецких, голландских питомников, польских питомников. Мы сейчас находимся в непростой ситуации, но в ней справляются. По вопросам импортозамещения, полного импортозамещения есть большие как бы сомнения, потому что это все-таки программа, которая будет реализована не в ближайшие два года. Она может быть реализована только в течение пяти-десяти, а то и пятнадцати лет. Вот может быть через пятнадцать лет при соответствующих условиях мы действительно сможем гордо заявить, что питомниководство вышло на какие-то новые уровни. Пока, к сожалению, мы имеем такую ситуацию, когда ландшафтники или покупатели приходят в питомники и скупают все. То есть мы приходим к шапошному разбору. Объемы, количество питомников, которые есть в стране, к сожалению, не справляются с запросом. В чем проблема, собственно говоря, вот этого выхода на новый уровень? Просто в объеме и количестве питомников, которые есть в России? Смотрите, есть несколько векторов. Первый вектор это повышение качества посадочного материала. По целой категории отечественный посадочный материал, он очень конкурентоспособен и имеет очень высокое качество. Второй вектор это снижение цены. Пока мы имеем ситуацию, когда отечественные питомниководы просто берут автоматом зарубежную цену с учетом доставки и прочими-прочими моментами. Соответственно, мы, как ландшафтники потребителей, хотели бы получать эту продукцию гораздо дешевле. Но мы понимаем питомниководов, они тоже хотят получить максимальную прибыль. Но в отдельных категориях мы пока не можем добиться. Это категория штамповых деревьев, то есть тех, которые имеют ствол сформированный и сформированную крону. Есть ряд питомников, которые, например, не производят выбраковку и уничтожение некачественного посадочного материала и продают их под названием второй сорт или там стыдливо называя их для городского озеленения. Хотя на самом деле для городского озеленения должен идти высшее. То есть городскому озеленению все отстойное? Да, да. Но есть питомники, которые как раз-таки следуют вот такой немецкой традиции. Все нераспроданное, все некачественное, все, что не нашло спроса, оно уходит в шредер, измельчается. Все, нет растения. Это получается как удобрение потом используется? Да, это используется, конечно, в дальнейшем цикле производства, но смысл в том, что стоимость вот этих нераспроданных растений, она переносится на другие. последующих. Конечно, поэтому стоимость высококачественных растений, она, собственно говоря, поэтому высокая, потому что она включает в себя стоимость вот этих отбракованных. И третий вектор, о котором я хотел бы сказать, в котором можно развиться в течение вот 10-15 лет, это выращивание крупномерного посадочного материала, потому что пока, к сожалению, в товарных таких количествах ни один питомник не предлагает минимальный муниципальный размер, который, например, используется в Германии. Это обхват ствола 18-20 сантиметров. 14-16, нет, это вы показываете диаметр, а я говорю про обхват ствола, то есть это окружность вокруг ствола, 18-20. Окружность вокруг ствола? 18-20 это вот примерно вот так. Ага. А это почему? Это до 10 сантиметров. Это не толстый, но это минимальный размер, который используется в городском озеленении, в даже небольших городках, в Германии, это требование определенное. У нас, к сожалению, пока высаживаются и с обхватом 14-16, и даже 10-12 я встречал в запросах, хотя на самом деле это материал для дальнейшего доращивания. Его надо еще доводить до нормальной кондиции. Будучи высаженной на территории ландшафтных объектов в городском озеленении, такой материал потребует сложного дорогостоящего ухода, а этого делать не надо. Высадив растение, мы сразу же должны получить результат. Ну и, соответственно, у нас практически не предлагается в широком ассортименте растения собственного производства с обхватом 30-35 сантиметров. Уж я не говорю про 50-60, это то самое качество, которое мы имеем с липами на Тверской. А насколько вот эти деревья, которые 50-60 сантиметров в обхвате, будут нормально себя чувствовать, если их высадить? Насколько мне известно, чем старше дерево, тем сложнее ему приживаться вообще? Да, этот есть момент, но вы также должны понимать о том, что одновременно с формированием ствола и кроны формируется корневая система. То есть, такие деревья периодически выкапываются, корневая система обрезается, и это делает растение более устойчивым при пересадке. То есть, перенося целый ряд пересадок, там, пять, а то и шесть раз в питомнике, такое растение более устойчиво при пересадке в городские условия. Да, то есть, это получается, что формируется все более и более компактная корневая система, то есть, не так, что дерево росло там 20 лет на одном месте, потом просто обрубили корни, забрали в ком и отправили на посадку, да? Такое точно не выживет. Совершенно верно, да, это специально подготовленные растения. Именно для этого и делаются питомники. И еще один очень важный момент агротехнический, который часто упускается при производстве работ, это радикальная обрезка растений после пересадки. То есть, когда мы высаживаем растения из питомника, то крона должна подвергнуться достаточно радикальной обрезке побегов ветвей. До 50% ветвей должно быть вырезано. Такие работы часто не производят. И вот этот дисбаланс приводит к тому, что в первые два года растения выглядят немного хуже по сравнению с теми, которые обрезают по правилам. 50% просто общей массы или именно по высоте должно быть обрезано? Это по массе, по объему ветвей считается, не то, что там по длине. Нет-нет-нет. Это именно по биомассе. Вернемся, да, к разнице все-таки между питомниками зарубежными и российскими. Получается, она состоит в том, что как раз-таки в стандарте качества, да, то есть наши российские питомники еще не совсем понимают, да, или не хотят тратить какие-то деньги на то, чтобы дольше и больше уделять времени растениям. Двоякая проблема. Не то, что не хотят. У них нет возможности, потому что все скупается на корню. То есть это отчасти и ландшафтники виноваты. И ландшафтники виноваты, потому что есть спрос. Ну, я бы даже сказал, не ландшафтники виноваты, это конечный заказчик. У нас бывает государство, у нас бывают девелоперские компании, они требуют высадки посадочного материала, потому что надо реализовать проект. А поделитесь какими-нибудь историями из вашей практики, можно частной, можно городского благоустройства, да, где заказчики формировали максимально странный запрос. Ох, да, это тот момент, когда не готовился. Хорошо. Максимально странный запрос. Может быть, вот что в голову приходит сейчас, когда производились какие-то странные высадки, или, например, вам приходилось переделывать какие-то проекты, уже реализованные, может быть, такое в вашей практике было? Не берусь переделывать работу, сразу говорю, нет. как бы мне это не интересно. либо я, либо никто, не буду делать. Нет, там, я готов адаптировать тот или иной проект, но переделывать нет. Почему? Ну, потому что это вопрос ответственности, да, казалось бы, мы просто сажаем деревья, мы просто делаем какие-то объекты благоустройства, но нет, это реально ответственность, ответственность за то, как будет развиваться насаждение. Но по большому счету не побоюсь пафоса, это ответственность перед будущими поколениями. Как вам вообще сейчас сфера профессионалов в России, ландшафтников? У нас это развивается семимильными шагами, я очень уважаю коллег, которые работают в этой сфере, мне очень нравится, что в этот непростой рынок идут молодые специалисты, отвергая старые авторитеты, хотя хочется погрозить пальчиком в этот момент, но я не буду, потому что скорее всего они получат свой опыт и придут к тем же самым выводам, к которым пришли мы и тем выводам, к которым пришли наши учителя. Это очень хорошо, надо быть смелее, надо развиваться, вот судя по социальным сетям, сейчас появляются каждый год новые компании, новые какие-то сообщества, проектные команды, и они делают очень интересные проекты. Я только приветствую это. Что вас как ландшафтного архитектора бесит, вот прям не нравится в вашей сфере? Ну, не бесит, но вызывает скепсис увлечения определенными модными трендами. Например? Ну, все мы знаем про вот этот модный тренд с природоподобными посадками и так далее. Природоподобные посадки со всеми этими цветниками, с дикими травами и прочим-прочим, злаками, да, это все хорошо смотрится в высокоурбанизированной среде, в таком городе, как Москва, где есть самая современная архитектура. Если мы подобные решения будем предлагать в каких-нибудь городах небольших, где живет, ну, дай бог, там, не знаю, 50 тысяч населения, где для того, чтобы получить природную красоту, надо просто пройти 10 минут и выйти в поле или в лес, это вызывает у меня удивление. Как раз-таки в таких городах, мне кажется, стоит развивать другой вектор, вектор такой чрезмерной садовой насыщенности, да, каких-то сортовых растений, традиционных цветников, традиционных полисадников. И вообще, я уже вот об этом достаточно давно говорю, что вот этот общий тренд на экологичность, природоподобность и так далее, все, он завершился. Мы сейчас говорим о том, что этот тренд стал мейнстримом. Это стало просто, ну, как бы обязательным моментом. Говоря про любой проект озеленения, мы прежде всего должны думать про экологичность. Но экологичность может выражаться в совершенно разных подходах. Поэтому трендом сейчас является это выявление, сохранение и развитие зеленой идентичности. Этот термин мы вот сформировали с коллегами в ходе работы над проектом «Зеленый код города» с командой молодых архитекторов, которые проходили программу обучения архитектора РФ. Мне кажется, что вот эти мои идеи о наличии зеленой идентичности гипотеза, да, такая вот, она привела к тому, что было проведено исследование и были выявлены факторы, которые на эту самую зеленую идентичность влияют. Это очень такая интересная работа, она потребует еще дальнейшего развития, но зато теперь мы смело об этом говорим. И это является трендом. А можете раскрыть немножко непонятно, что такое зеленая идентичность? Зеленая идентичность это совокупность представлений о том, как должны выглядеть насаждения и о том, как они выглядят в настоящий момент с точки зрения климата, с точки зрения истории и с точки зрения горожан. Вот давайте на простом примере поясню. Когда вы находитесь в Москве, что в вашем представлении из себя представляют деревья и кустарники? Ну, если говорить о Москве, то они должны быть большие, величественные, раскидистые какие-нибудь, ну, по подобию города. Ага. А если мы с вами приезжаем в Петербург, то какой образ деревьев и кустарников у вас будет? Как будто бы никакого, но, честно говоря, примерно такой же почему-то у меня складывается. На самом деле, когда вы сказали никакого, вы подтвердили только тем самым мою терминологию зеленой идентичности. Действительно, потому что в городе Петербурге главным является архитектура, а не всякие деревья, кусты. Да, даже вот, честно говоря, я вспомнила сразу Питер, мне вспомнились набережные, архитектура, и только-только потом я вспомнила, что, ага, на Финском заливе есть там какие-то участки леса, а больше я не помню. И, возможно, где-то там еще в Петергофе тоже можно было прогуляться по Липовой аллее, но не более. Ну вот, видите, продолжаем. Значит, в Москве у вас деревья-кустарники величественные, крупные, наверное, вы подразумеваете, что они имеют такую свободную живописную форму, да, а в Петербурге они второстепенные, подчиненные архитектуре и, скорее всего, стриженные. Тоже верно, да. Да? Поэтому мы совершенно смело можем говорить о том, что у нас с вами Москва лесная, а Санкт-Петербург парковый. Ну, получается, что Москва более расслабленная, а Петербург строгий. С чего бы это Москва расслабленная? Это, наоборот, Петербург никуда не торопится. Если исходить из логики, то да, и вообще из жизни в Москве, конечно, то мы все такие поджарые, мы все время куда-то бежим, а в Питере, наоборот, все расслабленные и всегда хочется сказать давай быстрее, быстрее. Но, если говорить о форме, например, деревьев, то свободно растущие подразумевают свободность, да, свободу, а стриженные подразумевают какую-то организованность. Так вот они заорганизовались, присели и никуда не хотят. Вот вам образ Петербурга. Все, теперь все сложилось, пазл сложился, теперь понятно, что это такое за зеленая идентичность. Да, совершенно верно. И на самом деле, конечно, туда входят еще и вот такие вот архитектурные приемы, входят практики, садоводство туда входят, традиции, образы визуальные, истории, в том числе и как бы зеленая идентичность оказывает очень сильное влияние на такое вот имиджевое представление о городе, да, вот мы сейчас с вами города обсуждали, это очень сильно оказывает влияние и может быть использовано при брендировании города, потому что, если, например, я вам скажу, что для вас Астрахань, вы сможете сказать? Рыба. Рыба, совершенно верно, да, но если бы в отношении растений, то если бы вот вы, вы были в Астрахани? Нет, я не была. Я тоже, к сожалению, не был, но для меня Астрахань это лотосы, Потому что много воды. Потому что много воды и они там есть, уникальное место, где можно увидеть лотосы. Или, например, для меня Екатеринбург это стриженные огромными шарами яблони сибирские. В Екатеринбурге тоже не была, но я поняла, о чем вы говорите, да, это очень интересно, потому что, ну, до этого я была глубоко убеждена, что все-таки тренд на вот этот, на экологичность и на природный ландшафт, он все же до сих пор есть и продолжается, потому что, насколько мне известно, тренды в ландшафте, они прям, ну, достаточно такими широкими. Это не тренд, это мейнстрим, все, так делают. Это уже не модно, то есть то, что становится... Нет, 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 я не рассуждаю с точки зрения моды, я рассуждаю именно с точки зрения того, что это не является приоритетом. Теперь это все поняли, все это знают и могут это применять. Вот мне стало интересно, а по поводу городов, как вы считаете, какой город в России, вот по вашему мнению, самый интересный по озеленению, если есть такое мнение? Очень интересные проекты делают в Казани. Что именно там интересного? Казань мне близка, я там часто бываю, Казань развивается тоже, кстати говоря, в своем собственном векторе. Вы сам родом из Татарстана? Нет, я родом из Матищ, из Татарстана у меня папа, а мама, она московская татарка, хотя вот ее предки тоже приехали из Татарстана. Я этнический татарин и, как бы, что называется, татарский генетический код во мне все равно присутствует, даже, я бы сказал, он хорошо чувствуется и прошит во мне. Вот, пускаю слезу при прослушивании татарских писаний. Ну, потому что я детство проводил в деревне. Кстати говоря, лето, проведенное в деревне, в окружении холмов, покрытых степной растительностью, и речки, которая была не заросшая, сейчас она заросшая, и в Ником, тоже сформировали вот именно представление о пространстве, о том ассортименте, который мне нравится. Это тоже на меня оказало очень сильное влияние. И, собственно говоря, вот эта любовь, привитая моей бабушкой, которую звали Асулбека, она теперь, в общем-то, преследует всю мою жизнь, и у меня даже не было вопросов, чем я буду заниматься после окончания школы. Уже в классе седьмом, восьмом, а уж при выпуске тем более, я абсолютно был уверен, что я поступлю на кафедру садово-паркового строительства Московский лесотехнический институт. Дальше он стал университетом леса. После этого, там, несколько лет назад произошло объединение, он стал мытичинским филиалом МГТУ имени Баумана. Спасибо нашим коллегам. Мне даже посчастливилось преподавать курс благоустройства и озеленения городских территорий на своей кафедре, выпускником которой я являюсь. То есть у вас прям действительно такой жизненный путь интересный. Мало кто с времен детства, обычно это все происходит наоборот, да, в детстве ты мечтаешь быть космонавтом и полететь в космос, а по факту работаешь совершенно в другой сфере. То есть у вас все сложилось так, как надо. Да, сложилось именно так, как я хотел. Хотя надо сказать, что именно за вот эту приверженность к земле растениям меня часто называли приземленным. В то время как другие друзья и окружающие ровесники как раз таки мечтали о высоких материях, полететь в космос, исследовать что-то неизвестное. А в итоге оказалось, что я приземленный как раз таки куда больше исследователь. Исследователь жизни. Мне кажется, что вот для мужчины быть приземленным это в первую очередь важно, да, а потом уже дальнейшее. Хотя тех людей, которые связаны так или иначе с творчеством и с растениями, сложно назвать приземленными. Мне кажется, мы точно где-то там далеко. Ох, у вас какие-то гендерные стереотипы, мне кажется. Есть огромное количество профессий, да, где считается, что женщина не может выступать. Но это неправда, да. Мы сейчас видим совершенно прекрасных женщин-пилотов, которые управляют сложнейшими самолетами. Мы видим машинистов поездов. Мне кажется, что... Да что говорить, просто водители на дороге. Конечно, просто водители на дороге, да. И как раз-таки, я не знаю, надо ли говорить о том, что запись происходит у нас 8 марта. И я хотел бы... Кстати, да. Да, хотел бы поздравить всех женщин с этим прекрасным праздником. Он несет в себе и политический контекст, борьба за равные права. Именно на этой основе сформировался этот праздник, да, был объявлен. Он несет в себе и почитание женщины как источник радости, красоты и прекрасной жизни. Большое вам спасибо за это. Спасибо вам за теплые слова. Очень приятно, да. Вот так вот получилось, что мы решили записать подкаст 8 марта. Ну, ничто не может омрачить этот прекрасный день. А к тому же такая беседа с интересным человеком. И мне кажется, это очень даже так символично, да, то есть разговаривать о растениях в день 8 марта. И вот, собственно говоря, вы выпустились, да, преподавали. А дальше как сложился ваш путь? А дальше уже во время учебы я понимал, что мне нужны практические знания. И я просил своего научного руководителя в институте дать мне какой-то вектор, куда идти. Моего научного руководителя зовут Ольга Викторовна Дмитриева. Мы с ней до сих пор прекрасно общаемся. Она точно так же продолжает свою преподавательскую деятельность. Правда, уже совершенно в другом университете. Университете управления Москвы. И опять-таки в этой же сфере, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения. Это очень интересно, как все складывается. И как раз-таки она указала мне вектор, что мне надо получить стажировки в разных отделах главного ботанического сада. Благодаря этим стажировкам я прошел практически все отделы, за исключением отдела дендрологии. Я работал в отделе декоративных растений, в отделе тропической флоры. И поэтому могу, собственно говоря, так вот свободно рассуждать об ассортименте всех этих растений. Ну, а дендрология уже стала основной такой вот дисциплиной, в которой я сейчас активно работаю. И если я занимаюсь какими-то проектами, а проекты я делаю именно в составе больших команд, то именно фитопроектирование, проектирование древесных насаждений, это моя такая вот специализация. И возвращаясь к озеленению Татарстана, что там особо? Ой, Казани. Казани. Дело в том, что в отдельных регионах у нас сформировались свои собственные сообщества ландшафтных архитекторов, дизайнеров, профессиональные. Мы общаемся друг с другом. Вот буквально вчера меня пригласили поучаствовать в мероприятии в Уфе. Я с огромным удовольствием туда поеду, пообщаться с коллегами, и там они очень активно работают. Точно так же я общаюсь с коллегами из Казани. Но, что интересно, из Казани постоянно приходят запросы на коммерческие предложения и предложения поучаствовать в том или ином проекте. Но по итогу к работе Татарстан никогда не приглашает, потому что они предпочитают обходиться своими собственными силами. С одной стороны, мне кажется, это немножко странным. Мне очень хочется поучаствовать в проектах в Татарстане. А с другой стороны, это позволяет им сохранять ту самую зеленую идентичность, о которой мы с вами говорим. Вот. И у них это неплохо получается. То есть как раз-таки благодаря вот этому тренду, точнее, не тренду, а тому, что вы сейчас гипотезу поставили о зеленой идентичности, как раз-таки Казань и выделяется среди всех. Да, совершенно верно. Как вам парк Галецкого? Я не был в этом парке. Я очень хочу туда попасть. Мне представляется, что в данном случае мы видим совершенно прекрасную работу пиар-отдела, который всячески во всех средствах массовой информации публикует прекрасную информацию об этом парке. Но свое собственное мнение я могу высказать только, когда там побываю. Для меня это проект, который выполнен великолепно как проект при стадионе. и дорожно-тропиночная сеть сформирована великолепнейшим образом для того, чтобы быстро эвакуировать людей. Ну, в момент проведения тех или иных мероприятий, естественно. Я это имею в виду. Подобные подходы в проектировании дорожно-тропиночной сети и парковых территорий, они же ведь не только у нас в парке Галецкого. Это, пожалуйста, в Мюнхене есть арена, где подобные извилистые дороги приводят к тому, что люди рассредотачиваются по площади, а не идут единым потоком, которые могут привести к каким-то трагическим последствиям. Я всегда оцениваю с точки зрения функционала. Что касается применения каких-то экзотических растений, редких растений, но это тоже имеет право на существование, да, парки Феерии, они популярны, они популярны в тропических странах. В конце концов, если меня спросят, имеет ли право существование Дисней Парк? Имеет право, конечно. Это парк с совершенно определенной функцией, да, где будут делаться цветники в виде этих героев. Имеет ли право на существование... Это вы сейчас про дубайский, нет? Про американский, про парижский... А, обычный, Диснейлен. Диснейлен, да. Это же тоже парк, парковая территория. Имеет ли право на существование в Сингапуре Марина Бэй, где я был и был потрясен как бы, то да, это парк, визитная карточка островного государства города Сингапура, да, тропической флоры вау-эффект имеет. Конечно, это парк Феерия. Поэтому, если парк Галицкого это парк Феерия, то почему нет? Конечно, да. Просто я была в парке Галицкого, да, сразу поясню. Я вообще сама южанка, и мне посчастливилось бывать там несколько раз. Конечно, меня впечатляет вообще всё, что там происходит, и у меня, конечно же, появляются вопросы, потому что, ну, даже если брать, возвращаясь, да, там, к бюджетам, которые были выделены на московское озеленение, я, честно говоря, не знаю, сколько потратили на озеленение парка Галицкого, но в Москве я такого не видела проекта от слова совсем. Ну, вот, даже если брать Зарядье, есть что-то, возможно, какие-то перекликающиеся моменты, но по факту нет такого проекта, и мне вот непонятно, почему в Москве не было реализовано ничего подобного. Смотрите, вы заметили, что в любых материалах, которые описывают Краснодарский парк, всегда рядом стоит парк Зарядье? Возможно, но, честно говоря, я думаю, что это не просто так, да, нужно всегда некое сравнение, нужна некая отправная точка, так вот, парк Зарядье является отправной точкой. Никуда ты этого не денешься. Ну, все равно эффекта такого там нет, эффекта в Зарядье нет, и вот мы уже говорили, да, о том, что какое-то двоякое впечатление оставил парк Зарядье, но как раз-таки парк Краснодар, почему, ну, все, кто там бывает, все всегда в восторге, выходят, я не знаю, как с профессиональной точки зрения, но вот с обывательской там очень хорошо. Ну, хорошо, я же как бы не говорю, что это плохо, но еще раз говорю, что парк Зарядье выполняет вполне определенную функцию, это парк, визитная карточка страны. Будет ли подобный парк в Краснодаре визитной карточкой страны? Нет, он не станет. Визитная карточка Краснодара? Да, но не страны. Есть великолепный Централ Парк Нью-Йорка, да, Централ Парк Нью-Йорка является визитной карточкой этого города. В какой-то мере, нет, он, наверное, действительно визитная карточка города. Это как раз-таки природные территории являются визитной карточкой Соединенных Штатов. Но в 2009 году в Нью-Йорке был построен знаменитый парк Хайлайн, да, на бывших зарядороженных путях, поднятых на высоту. Стал ли этот парк визитной карточкой Нью-Йорка? Нет. Два года назад был построен Литтл Айланд, вместо пирса, к которому приставали спасшиеся, пострадавшие из Титаника. Пирс разрушен, было принято решение построить парк на искусственных основаниях, да, как остров, с которого открываются с Гудзона открываются виды на город, открываются виды на залив. Станет ли он визитной карточкой? Нет, не станет. Поэтому здесь именно вопрос статусности. Но пиар-службы Краснодарского парка могут переломить ситуацию, я думаю. Хорошо, молодцы краснодарские пиарщики. Конечно. Да. Скажите, пожалуйста, вот, если все-таки возвращаться к вопросу о частном озеленении и городском благоустройстве, в чем разница? Разница очень большая. Во-первых, в подходах, во-вторых, в зарегулированности. В городском озеленении у нас есть огромное количество регулирующих документов. и третий очень важный момент, или второй, да, другой момент, это, конечно же, широта ассортимента применяемых растений. То, что мы можем применять спокойно в загородных резиденциях, не может быть часто применено в городе, потому что город, это совокупность самых разнообразных территорий. Уровень антропогенной нагрузки с загрязнениями, с рекреацией, он может сказаться на содержании растений. Опять-таки, в частном проектировании мы можем заложить растения, которые требуют сложного ухода, внимания, профессионального подхода. Очень популярны, например, рододендерны. Каждый год их покупают, сажают, они потом со временем погибают, снова едут на рынок, снова покупают. В городе мы подобные растения высаживать не будем, а если и будем, то только на каких-нибудь спецобъектах, типа ботанического сада или какого-нибудь, не знаю, там аптекарского огорода. Понимаете? Вот в этом отличается. А вам не скучно было переходить от частного озеленения к городскому с учетом сужения ассортимента? Нет, здесь немножечко другое меня смотивировало и сыграло роль. Когда ты работаешь над частными объектами, то твою работу никто, кроме коллег, по фотографиям не увидит. Когда ты работаешь в городском озеленении, то твои работы видят все горожане. Потенциально все горожане могут увидеть твою работу. Это совершенно иной уровень ответственности. И если ты делаешь косяки или ляпы, или вообще некачественно делаешь работу, то тебя не просто там лишат денег, тебя съедят. И коллеги по цеху, да? и коллеги по цеху, и горожане. Это совершенно другое. Ну и конечно, это действительно вот это желание создавать социально значимые вещи. Частные резиденции, они социально незначимы. Пусть на меня не обижаются ни мои заказчики, с которыми я иногда сотрудничаю, ни прежние, ни будущие, ни настоящие, но работать в городе это действительно социально ответственно. А что из интересного удавалось воплощать? Что интересного в городе? В городе удавалось воплощать, да, какие проекты? Смотрите, один, кстати, да, вот меня видите, и даже вы ассоциируете с парком заряди, хотя на самом деле работу я там прекратил в 2018 году, прошло уже 6 лет, и за эти 6 лет я участвовал в нескольких интересных проектах городских, это, во-первых, набережная Марка Шагала, первый этап, и исцеляющие сады, это последняя работа, запущенная два года назад, которой я горжусь вот в настоящий момент, куда... Что очень интересное название исцеляющие сады, что там, это где? Это серия садово-парковых территорий в так называемом международном медицинском кластере, где будут размещены клиники, лаборатории, гостиницы, апартаменты, и предполагается, что в этом кластере будет развиваться медицинский туризм. Соответственно, еще клиники не построены, а уже парковые территории реализованы. Это, кстати говоря, подход, который применяется в западном девелопменте. Вот, например, Берлин, он же не выпускает на продажу участки городские под застройку прямым ходом. он аккуратно, дозированно продает это девелоперам, при этом на них вешается очень важная тоже социальная функция. Вы сначала должны сделать парк, а девелоперы на это соглашаются. Почему? Потому что парк, наличие парка и связанных территорий озелененных в итоге повышает стоимость недвижимости. Кстати, да, я хочу тоже немножко похвастаться, потому что мне в прошлом году посчастливилось побывать на одном классном проекте в Сберсити, потому что ну, Экоплант сейчас мы начали развивать направление как раз-таки благоустройство и озеленение по ГОСТам, и вот сейчас Сберсити еще не построен до конца, но уже там мы производили высадки, мы являемся основными поставщиками растений, вообще все по ландшафту мы там делаем, и вот как раз-таки мне посчастливилось туда приехать, высажены тоже вот эти липовые аллеи, полноценные какие-то там лесные массивы, и с елями, с калинами, газоны тоже уже, то есть еще зданий как таковых нет, до конца не достроено, но уже зеленый каркас создан, и вот этот тренд на экологичность, да, который и всеми пропагандируется, очень, ну, меня лично очень порадовал, потому что и даже сам Сбер Сити, они при продаже своих квартир как раз-таки говорят о том, что мы 30% внимания уделяем озеленению, чтобы ваши дети и вы могли гулять в экологически чистом районе, но тут у меня тоже возникает, ну, вопрос возникает, сначала мы вырубаем деревья для того, чтобы построить комплекс, а потом на этом месте мы воссоздаем ландшафты, как вы вообще к этому относитесь? Как интересно и причудливо тасуется колода, дело в том, что я тоже имею к этому проекту некое отношение, я консультировал проектировщиков, надеюсь, что какие-то мои советы и мои консультации оказали влияние на какие-то проектные решения, это очень здорово и так далее, что касается подхода вырубить и посадить заново, да, это совершенно нормальный подход, который имеет право на существование, потому что, когда мы создаем городскую застройку, то мы воссоздаем природу уже не настоящую, мы создаем как бы квази-природу, искусственную природу, и наша задача сделать так, чтобы насаждения были устойчивы при таком уровне антропогенной нагрузки, если же мы просто будем строить между деревьями, пытаясь сохранить их, то мы однозначно нарушим те устойчивые связи, которые существуют в лесном насаждении, и мы нанесем куда больший вред этому насаждению, то есть, по сути, мы будем уничтожать эту природу медленно, ее убивая, поэтому правильнее, конечно, подготавливать строительные площадки, производить капитальное строительство, и все это увязывать с новыми решениями по формированию насаждений, потому что городские насаждения и природные насаждения, лесные насаждения, это абсолютно разные понятия. А что скажете насчет растений в катках? Сейчас очень много растений, которые ставятся в катках, насколько они там адекватно себя чувствуют? Контейнерное озеленение это совершенно классная технология для городского озеленения, мне хотелось бы, чтобы она и дальше развивалась, и шире применялась. Вопрос только в том, как правильно сформировать эту самую катку, этот самый контейнер. Есть целый ряд требований, мы должны с вами обеспечить сброс излишней воды, мы должны одновременно обеспечить регулярный полив, мы не должны допускать пересыхания кома в контейнере, мы должны защитить наши корни одновременно от перегрева в летний период и от промерзания в зимний период. Ну и, конечно, в ограниченных условиях кома и объем кома мы должны обеспечить, мы при промывном режиме, при постоянном поливе вымываем питательные вещества, поэтому нам надо подкармливать эти растения в контейнерах. То есть, это отдельная технология городского ухода за насаждениями, она должна шире применяться. Что касается подбора растений, то он вполне реален. В каких-то случаях в Москве эти катки не сработали, на той же Тверской, кстати говоря, изначально это был проект не департамента капитального строительства, а департамента природопользования, и они этот проект профукали, как мне кажется, затратив огромные средства. Но, кстати говоря, по программе «Моя улица», который велся уже как раз-таки под руководством строителей, например, в Рахмановском переулке, недалеко от Трубной площади, высажены прекрасные липы в огромной катке из гранитных плит, и эти липы уже, мне кажется, шестой или какой-то год прекрасно себя чувствуют, прекрасно выглядят. Поэтому, мне кажется, надо шире подобный прием применять, тем более, что контейнерное озеленение позволяет нам озеленять запечатанные поверхности, позволяет ставить растения в катках там, где проходят коммуникации, ну, это облегчает ремонт в случае аварийной какой-то ситуации. На ваш взгляд, какие перспективы у озеленения Москвы вообще? Самые лучшие, самые лучшие перспективы. Город будет развиваться, город достаточно зарабатывает, и я думаю, что московское правительство будет думать о том, как рационально использовать средства для озеленения. Есть целый ряд проблем, связанных с цветниками, коврами и тюльпанами, коврами, которые имеют очень короткий период декоративности. Можно было бы перенаправить и применить какие-то другие современные свойства цветочно-декоративного оформления, но перспективы самые лучшие. А что поможет как раз-таки переломить вот этот старый подход к озеленению не только Москвы, причем, кстати, а вообще всех городов? Потому что если мы посмотрим, ну даже я приезжая к себе домой, я вижу вот эти вот постоянные клумбы, цветочки, где все высажено в ряд и уже это смотрится, ну честно говоря, прошлым веком. И, конечно же, хочется что-то новое, что-то более интересное, но ничего не происходит. Что может помочь переломить это все? Переломить всю эту ситуацию может только просвещение наших горожан. Дело в том, что большинство наших горожан тоже немножечко костные в этом плане. Не готовые. Не готовые. И в этом отношении вот у нас были совершенно прекрасные фестивали цветочные и ландшафтные, да, у нас было три фестиваля, у нас был Moscow Flower Show в парке Горького. Победителем которого вы являетесь, да? Ну да, это было в 2017 году и тот сад, как бы это была моя такая идея сделать в бетонных конструкциях. У нас прекрасные сады-люди, которые проводятся на ДНХ, они проводятся в разные периоды, поэтому всегда имеем разные эффекты. И один из лучших городских ландшафтных фестивалей был цветочный джем. Сейчас он немножко подсократился, он не такой масштабный, не такой широкий, но благодаря этому фестивалю и туристы, и горожане узнавали больше о возможностях озеленения. Как раз таки эти сады как раз и представляли собой контейнерное озеленение, да? То есть с простыми средствами можно получить хороший эффект, организовывать какие-то места отдыха. Был один год, я не помню какой, 19-й, по-моему, когда, или 18-й, когда благодаря этим садам, которые в Москве повсеместно цветочном возникли, увеличилось количество бабочек, стрекоз и прочих инсектов, фауны, которые реально украсили нашу жизнь. Это был прям взрывной какой-то такой эффект. Причем редкие бабочки появились, в том-то и дело. Которые в Красной книге. Это о многом говорит. Ну, мне кажется, что реально полезно делать подобное в городе. Причем я один раз как-то ехала в сторону Арбата, и вот на библиотеке имени Ленина поставили катки, это я просто еду, в один день ничего нет, а в другой день поставили катки, высадили растения, и я просто я восхитилась тем, насколько это красиво. И действительно, это и быстро, и в целом, ну, позволяет сразу создать какую-то интересную картинку для горожан. Конечно, это полностью поменяло пространство, поменяло его эстетические качества, и в том числе и даже функцию это может поменять. А вы знаете о том, что именно московские фестивали, цветочный джем, стали таким очень важным показателем того, что в городах подобные мероприятия, например, вы знаете, что эту моду взяли зарубежные коллеги, ведь цветочный джем, как фестиваль, он очень активно сотрудничал с зарубежными дизайнерами, которые в городской среде, кстати говоря, как правило, не работают, они работали с частными заказчиками, а тут они получили возможность сделать что-то для города, и, соответственно, возвращаясь в свои страны, они поняли, что подобного рода фестивали они могут устраивать в своих городах, в Италии, например, в Бергамо проводится такой фестиваль, теперь, да, на Лазурном берегу проводится в одном из городов фестиваль, понятное дело, что мы не конкуренты с англичанами, но английские фестивали это знаменитые Челси, это все-таки такие временные рамки, там, недели, 10 дней, а здесь, пожалуйста, на протяжении продолжительного периода, то есть, на самом деле, мы задали тренд, как ни странно бы это звучало, мы задали тренд на проведение фестивалей в городской среде. Скажите пару слов, наверное, может быть, начинающим ландшафтникам, продолжающим, те, кто вообще в этой сфере, из опыта. Ничего не бойтесь, ничего не бойтесь, и, наверное, сейчас уже не то время, вас вряд ли назовут приземленными, но вы будете встречать сопротивление и среди окружающих вас людей, вы будете встречать недопонимание и критику со стороны старших коллег, но вы именно поэтому пришли в эту специальность, в эту отрасль, в этот бизнес, для того, чтобы доказать, что вы чего-то стоите. Вперед! Спасибо вам большое за интересную беседу, я желаю вам тоже профессиональных успехов и очень рада была познакомиться. Спасибо большое. Гордость берет, да и только, что у нас с нами сотрудничают такие специалисты. Я думаю, что будущее за вашей компанией это сто процентов. Мы будем делать все возможное для того, чтобы это было. Дорогие подписчики, дорогие зрители, если вы, кстати, не подписались, обязательно нажмите кнопку подписаться под этим видео. Пишите свое мнение, пишите комментарии под этим видео. Как вы считаете, как озеленение Москвы вообще развивается, нравится ли вам озеленение вашего города, если вы не из Москвы. Нам очень важно собирать таких вот неравнодушных людей в нашем сообществе. Оно у нас постоянно растет. Мы будем приглашать спикеров, интересных людей к нам на подкасты для того, чтобы обсуждать злободневные темы, для того, чтобы показывать вам как может быть, как вообще развивается озеленение в России, не только в России, за рубежом. Так что обязательно смотрите все остальные наши видео на канале. Я с вами прощаюсь, благодарю за то, что вы были с нами и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова